День Города День Юриста. Мудрость веков. Культурный центр с музейным наполнением. Новое пространство открылось в Рязани. Информатизация – один из способов развития региона, но проекты нужны не для галочки. Не надо кнаться за количеством, главное, чтобы они приносили реальную помощь людям. Об этом сегодня на заседании правительства заявил Павел Малков. В Рязани работали координаторы проекта «Цифровая Россия из 40 регионов страны». И по итогам форума губернатор принял ряд важных решений. Нам не нужна цифровизация ради цифровизации. Необходимы проекты с вполне конкретным результатом. С этого начал обсуждение итогов визита в Рязань координаторов «Цифровой России» Павел Малков. У каждого проекта, по его словам, теперь должен быть четкий функционал. Безопасный город, медицинская информационная система, электронная цифровая карта – эти платформы приносят сегодня реальную пользу жителям области. В этом же цифровом ряду будет и новая антинаркотическая инициатива. Мы в пятницу на заседании антинаркотической комиссии сделали простое предложение, сформулировали, которое должно помочь в борьбе с распространением наркотиков. По аналогии с приложением «Радар-НФ», которое тоже мы здесь уже обсуждали на заседании правительства, я тогда рассказывал о нем. Но мы предложили сделать сервис, который позволит сообщать о рекламе распространителей наркотиков. То есть увидели где-то на улице, сфотографировали, отправили фотографию с геоточкой. Ну и, соответственно, службы должны приехать и оперативно принять меры. Конкретно за этот проект теперь будет отвечать Минцифры. Губернатор попросил предоставить план реализации проекта в самое ближайшее время. Кроме информатизации актуальными темами в регионе по-прежнему остаются уборка улиц от снега и развитие федерального проекта «Чистая вода». Обо всем этом на правительстве говорили предметно. Очередной этап федерального проекта «Чистая вода» в Рязанской области на финишной прямой. В начале года власти заявляли о строительстве в регионе. Десяти объектов на сегодня завершены семь. Время еще есть для подрядчиков в Пронске и Чучкове. Впрочем, там, по словам министра ТЭК и ЖКХ, остались небольшие технические детали. Там работы, в общем-то, физически закончены тоже. Остаются сейчас приемы сдаточные, соответственно, испытания, пуска, наладка. Ну и, соответственно, прием к стройкотролям. Вот. То есть, ну, в общем-то, рисков мы здесь не видим. Сейчас срок 15 декабря – это срок подготовки всей отчетно-исполнительной документации для сдачи объектов по Пронску и по Чучкову. По остальным объектам, соответственно, данные процедуры уже проведены. Обильные снегопады в Рязани стали настоящим вызовом для коммунальных служб. Прогнозы для города и области не сказать, чтобы радужные. Декабрь, по словам губернатора, будет снежным. Впрочем, координация работ по уборке снега выстроена. Все изменения до Павла Молкова доводят, как он выразился, в режиме фронтовых сводок. Основной акцент – уборка тротуаров. Ежедневно у нас задействованы всего техники на уборке около 140 единиц. Большое спасибо хотел бы сказать нашим предприятиям города Рязани, которые дают дополнительную технику на расчистку тротуаров. И большое спасибо правительству. Мы получили субсидии на закупку дополнительной техники. В этом году мы закупим два чистика и еще четыре бубка. Еще два чистика за счет собственных средств мы закупим в январе месяце. Поэтому мы сейчас готовим механизаторов, чтобы усилить работу. За этот период уже было вывезено около 9 тысяч тонн снега. При этом скажите, что это рекорд и насколько он больше предыдущего рекорда. Всегда к этому периоду ежегодно средняя цифра была 3 500. На правительстве речь также шла об оказании высокотехнологичной медпомощи и подготовке специалистов для работы на поступающий в регион современно-медицинском оборудовании. В этом году системно обновили КТ в райцентрах и поставили больше десятков флюорографов и рентгенаппаратов. Простое оборудование нет. Партнер программы «День города и края рыбы Камчатская» – выставка продажи свежих и вкусных морепродуктов возле торгового центра «Круиз» до субботы включительно. В минувшие выходные общество чествовало всех тех, кто имеет отношение к юриспруденции. 3 декабря отмечают День юриста. Кстати, в современной России праздник на официальном уровне считается молодым. Дело в том, что после 1917 года об этом торжестве забыли на следующие почти 100 лет. Только в 2008 году правоведам решили вернуть их день. Профессия юриста была и остается престижной, хотя подразумевает множество специализаций внутри. Юрист – это и адвокат, и нотариус, и прокурор. И у каждого своя специфика деятельности. Прокурор – это, наверное, прежде всего тот человек, который честен, который порядочен, который готов всеми своими силами отстаивать верховенство закона. Он должен обладать и моральными качествами, и человеческими качествами, комплексом качеств. Цель и задач прокуратуры – это помощь, это защита, защита граждан, защита государственных, наверное, интересов в первую очередь. Подбор кадров ведется особенно тщательно. Будущих прокуроров подбирают часто со школьных лет. Специализированные вузы страны ведут активную работу со школьниками, чтобы учиться. Профессии поступали те, кто точно готов связать жизнь с таким непростым и ответственным делом. Мы в этом заинтересованы лучших отбирать и лучших принимать на работу. Мы тоже заинтересованы в тех лицах, которые уже имеют некоторый опыт работы. Как правило, это работники правоохранительных органов. И следствие, и дознание органов внутренних дел, и подразделение следственного комитета. Это могут быть и гражданские организации, это могут быть юристы, которые получили первоначальный опыт по юридической специальности и в судебных органах, помощники суда. Юрист – не просто профессия, но призвание. К юристу, как и к врачу, обращаются за профессиональной поддержкой, когда решить проблему самостоятельно не получается. Чтобы стать юристом, сначала нужно поступить в ВУЗ и получить юридическое образование. Но для построения успешной карьеры этого недостаточно. Необходимо постоянно развиваться, нарабатывать практические навыки, быть в курсе последних изменений в законодательстве. В региональном правительстве наградили волонтеров. В добровольческую деятельность в Рязанской области вовлечено более 95 тысяч человек. Знаки отличия выдали 49 волонтерам. В каких сферах активно помогают рязанцы, расскажем в сюжете далее. За вклад в развитие культуры, за поддержку бойцов в специальной военной операции, за помощь детям-инвалидам. Почетный знак губернатора Рязанской области за это в нашем регионе выдают с 2018 года. Сегодня честовывать тех, кто внес огромный вклад в развитие волонтерской деятельности, уже добрая традиция. Самое главное, что добровольцы сейчас участвуют абсолютно во всех важных делах, мероприятиях. Это и поддержка участников своих близких, это забота о старшем поколении, забота о жителях и семьях, которые нуждаются в каким-то причинам в особом внимании. Это работа с молодежью, проведение социально важных, значимых мероприятий, акций, многое-многое другое. День добровольца – праздник, который установили указом президента Владимира Путина только 6 лет назад. Хотя у волонтерского движения в России давняя история. Сейчас добровольческая деятельность в нашей стране развивается во всех сферах. На самом деле, очень много деятельностей мы связаны было именно с художествами различными, которые мы в городе создавали. То есть, это и фестиваль «Город в красках», который у нас, по-моему, уже три года идет. Это в этом году, это поездка в Херсонскую область, в наш подшефный район. Там рисовали, большой мурал сделали. Это помощь в пожарах. Ну, в общем, все, что можем, делаем. Почти с первого дня изготавливаем для бойцов наисового печи. Совсем недавно начали делать нагревательные баки, чем очень порадовали ребят, облегчили им жизнь. Дали дополнительный нагруз к себе, но, тем не менее, справляемся. Каждый волонтер – это человек с большим сердцем. Ведь за добровольческую деятельность главная награда – это польза обществу и благодарные отклики. Если честно, я в своей жизни, ну, чем занималась, я убирала из сквер на протяжении долгих лет. Я, у меня есть награда за борьбу с ковидом. Я работала в красной зоне УКРБ в течение восьми месяцев. Это было служение. Вот это направленность, которая со мной на протяжении 12 лет, именно в педагогическом плане. Я нуждаюсь сама в этом, прежде всего. У каждого из добровольцев своя история, из-за которой они встали на путь волонтерства. Но всех этих неравнодушных людей объединяет одно – безусловная любовь к ближнему. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Новое музейное пространство открылось в Рязани. «Мудрость веков» – такое название носит Центр культурного наследия, где можно увидеть много необычного. Центр культурного наследия – это четыре объединенных пространства, в каждом из которых посетитель погружается в одну из заданных тематик. Это музей школы с подлинными предметами, партами, тетрадями, многие из которых дошли с дореволюционных времен. Музей борьбы, который уже известен во многих не только городах, но и странах. Музей предпринимательства, где находятся различные книги о профессиях. Интересовался сначала сам, что такое Россия, история России, почему мы так живем. Читал какие-то книги, потом стал их покупать, больше и больше, стал затягивать. В общем, потом получились какие-то коллекции, потом предметы из этих книг начал коллекционировать. И, в общем-то, спустя какое-то время я понял, что насколько это интересно, полезно, что знания необходимы, те, которые в старых книгах. И решил, в общем-то, все то, что есть у меня, опыт, книги, наследие наших предков, в общем-то, показать людям. Есть здесь много интересных материалов о работе милиции, следственных органов, подшивки газет, журналов, рекламные плакаты, начало 20 века. Также здесь библиотека со старинными книгами, в которых рассказывается о том, как раньше преподавали и проводили уроки. В планах создание электронной библиотеки, которой преподаватели всей страны смогут пользоваться бесплатно. Сначала, естественно, я покупал это все в Рязани. Случайно пару раз зашел в антикварные магазины, что-то понравилось, это были простые вещи абсолютно. С каждым разом я уже понимал ценность вещей, что мне становится более, все-таки, ближе, интересней. Я уже начал, в общем-то, обзаводиться какими-то контактами. Начал уже есть в другие города, там заводить знакомства. И так, в общем-то, проездил от Новосибирска до Смоленска. От Белгорода до Мурманска порядка 10 лет я собирал все это. В рамках проекта его создатели планируют показать более 10 тысяч экспонатов. Большую часть из представленных предметов можно трогать, рассматривать, осизать и ощущать, погружаясь в мудрость веков. И это, говорят организаторы, только предоткрытие. В скором будущем планируют запустить большой культурный центр. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова